Сводный индекс потребительских цен за октябрь, по данным Пермстата, составил 104,6%. То есть цены в среднем выросли на 4,6%. Среди продуктов в этом месяце больше всего подорожали картофель на 14% и яйца на 25%. Урожай нынче картофеля примерно на 5% меньше, чем он был в прошлом году. Что касается овощей, мы собрали овощей тоже примерно на 5% меньше. Что касается яиц, то тут большая прослеживается взаимосвязь. Это резкое удорожание зерна. С начала года цена на зерно увеличилась практически на 40%. Птицефабрики повышают цены на яйца, чтобы покрыть убытки, которые они испытали в связи с ростом цен на зерно. При этом стоимость мяса птицы не увеличилась. Дело в том, что предложения в этом сегменте гораздо шире, говорят специалисты. Идет очень большая затоваренность из других территорий. И на складах на сегодняшний день где-то скопилось только на одной из птицефабрик около 1000 тонн. То есть птицефабрика при большом желании повысить цену, она просто ее пока не может повысить. И надо реализовать то, что у ней лежит на складе. Что касается других продуктов питания, то здесь рост цен не сказался. Хлеб, по данным Пермстата, по сравнению с сентябрем даже подешевел. Упала цена на капусту, некоторые виды рыб. Немного снизились цены на макаронные изделия и набор круп. Минимальный набор продуктов питания повысился в цене на 3,8%. Он составляет 2698 рублей. В среднем на одного человека это стоимость минимального набора продуктов питания. Но это вы как понимаете, что человек на этом прожить может. Молочная продукция в цене не повысилась по сравнению с сентябрем, а стоимость мяса в среднем уменьшилась в связи с понижением средних цен на мясо птицы и свинину.